Матрица Вызов системы принес Да Все готово, согласно плану Я не ждал смены Программа свяжения Знаю, просто у меня настроение поработать Он тебе нравится, да? Ты любишь за ним наблюдать? Не смеши меня Мы обрекаем его на смерть, ты это понимаешь? Морфеус верит, что Нео избран А ты согласна? Не важно, во что я верю Ты не веришь, да? Ты слышал? Что? Уверен, что линия надежна Я включаюсь Ну, ванное начало Как бы само по себе матрицы Если говорить о философской концепции Как бы матрицы Это Извечная Как бы концепция Мессии Да, то есть как бы По сути своей Кто-то сказал бы, что это христианская концепция На самом деле Концепция Мессии Это не христианская совершенно концепция Это мировая концепция Многовековая концепция То есть предсказание То есть предсказание и мессия Это основа некого вот Мира доисторического Да, то есть Ожидание Машеаха Ожидание из второго пришествия Христа Это все как бы не новая Как бы вещь Только здесь очень Ярко Выполняют свои роли Так как вы понимаете Матрицы планируются три То есть там Предтечи В виде Морфеуса Умирать в первой матрице не должен Да, то есть ему там голову отрубать В первой матрице не должны По идее Да, то есть как бы Поэтому Он там, конечно На грани жизни и смерти Побултыхается немножечко Как бы, да То есть Но умирать ему пока рановато Как бы, да То есть ибо Вот Фильм начинается С вот такого яркого Главного заблуждения Да То есть это вот вообще Когда агенты, помните Пребывают на место Задерживать эту Леди, да И он говорит Мы с бабой как-нибудь Справимся, да Он говорит Ваши люди уже мертвы Ну как бы все Да, то есть это вот И ве означает Вендетта Эта сцена Как бы вы надеетесь Только на то Что когда вы Закончите стрелять Я уже не смогу Стоять на ногах Да, то есть как бы В общем, да И он ему говорит Что это Ну не может быть Это даже теоретически Не может быть Ну вот выяснится Выясняется Что быть может Все-таки Да, все-таки Будет Вот Ну и вот эта сцена Как раз Где Полицейские сумасшедшие Собираются Арестовывать Злостного Компьютерного преступника Ну и дама такая Хорошая Здесь Отель Сердце города Название Что-то Сердце города Вот Вот Первый раз Мы сталкиваемся Как раз С вот Эти автономные Модули Лейтенант Дерем Лейтенант Вот И Хотелось бы Вот об этих Автономных Модулях Сразу поговорить Что такое Автономный Модуль Да Это Некая Субстанция Предохранитель Матрицы Да То есть Стражи Этого порядка Стражи Вот Этой Системы Да Которая То есть Если вы помните Сюжет фильма То мир разрушен Конфликт между Машинами И людьми Искусственный Интеллект Мир разрушен Мир выглядит Ужасно А матрица Выглядит Прекрасно Да То есть Вот По сути Вот И По сути Людей Используют В качестве Батареек Для Работы Этой Матрицы Как бы Да То есть По сути Людей Выращивают На плантациях И потом Превращают В батарейки Потом Они выходят Из строя Потом Их Перерабатывают Кормят Этими людьми Тех Кто В общем-то Выведен Из пробирки Как бы Этой Биомассой Человек То есть Людей Кормят Людьми Человеческим Материалом Они быстренько На этих Подрастают Какая разница На чем растет Батарейка Вот Батарейка Дальше Продолжает Существовать И вот Этот мир Матрица Дальше За счет Этой Энерго Системы В общем-то Существует Так вот В общем-то Это Аналог Если вы спросите Вот Кто это Такие Знаете Вот Есть такие Стражи Правды В интернете Они Вот Все знают Все Умеют И Они Вот В комментариях Просто Изверги Вот Они Просто Приходят Под Какой-то Пост И Сразу Начинают Рассказывать Что они Тут Все Загуглили И Начинают Ссылки Сбрасывать Притом Ссылки Исключительно Дискредитирующие Кого-то Ну Короче Вы должны Понимать Что Вот Меропорядок Такой И Вот Все Что написано Интернете Это Чистая Правда И Вот По сути Своей Вы должны Понять Что Кроме Правды Интернета Другой Правды Никакой В общем-то Не существует Вот И вот Они Автономные Модули Тут Запретили Самодеятельность Эй Я не позволю Здесь Командовать Объясните Про Ваши Юрисдикции В другом Не Капайте На мозге Речь Идет О вашей Безопасности С девкой Как-нибудь Справимся Послал Две Группы Сейчас Ее Доставим Нет Лейтенант Ваши Люди Уже Мертвы 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 Морфеус, эта линия раскрыта. Я в курсе, они перерубили кабель. Воспользуюсь со-запасным каналом. Агент тоже здесь? Да. Дьявол. Собери стринити. Таксофон на углу Элси-Лейк. Ты сделаешь это. Хорошо. Пошла. Ну вот еще одна форма этих агентов, они лучше, чем люди. Ну то есть они быстрее, сильнее и непобедимее. И как бы вы их не убивали, они все равно остаются живы, потому что они всего лишь элементы программы. То есть на их место придут другие. Мало того, они еще умеют превращаться в кого угодно. То есть как сказано, каждый может оказаться агентом Смитом. То есть как бы, в общем-то, и по сути своей, наш мир, он сегодняшний устроен. Точно так же, да, каждый может оказаться предателем. То есть как бы у нас вообще предательство, подлость, это уже норма и форма жизни. В свое время Чингис Абдулаев нам говорил, что война – это заговор негодяев против нормальных людей. А у нас, как бы, в общем-то, нормальные люди – это заговор против негодяев. Как бы, да, то есть, по сути, любой нормальный человек, он, по сути, преступник, заговорщик против вот этой вот системы иллюзий, симуляции, гиперреальности, да, то есть она, в общем-то, существует, ее создали люди. Как и здесь, вот, искусственный интеллект этот создали люди, как бы, и они же, в общем-то, решили, что он будет работать на солнечных батареях. Солнечные батареи работали, потом эти, в общем-то, возник конфликт, и люди решили закрыть солнце чем-то там, каким-то смоком или, чтобы не работали батареи, тогда они стали людей использовать в качестве батареек для того, чтобы продолжала работать. То есть, в общем-то, искусственная система, она, как бы, в общем-то, быстро ищет решения, почему бы людей не приводить в батарейки, это интересно. Так вот, вот здесь, как бы, как раз первая, вот эти первые сцены, они демонстрируют то, что, в принципе, у человека, как бы, существует определенный, как бы, предел. Ну, вот, если вы помните, то это в этой системе везде, роли все разы, разы, разы. То есть, как бы, то есть, как бы, то есть, каждый из актеров, каждый из ролей в этом фильме, они выполняют некую свою, как бы, функцию. То есть, каждый нужен для того, чтобы что-то объяснить. И Морфеус, да, это вот некий проводник, да, то есть, к правде. То есть, вот это он всех привел к правде, показал глубину кроличьей норы. Вот эта вот дама, это вот предохранитель, в общем-то, этой системы, она потом этого Нео оживлять будет и, в общем-то, делать из него терминатора, да, то есть, как бы, Морфеус, как бы, по сути, находит избранного, то есть, вот этого мессию, да, спасителя, который приводит к правде. После этого, так сказать, вот эта вот, правда, она ему не очень нравится, как вы понимаете, да, но есть и обратный отчет, есть некий предатель, там, Иуда, Искариота, да, то есть, как бы, главная библейская форма, который, в общем-то, решил вернуться обратно к нормальной жизни, в кавычках, да, то есть, как бы, ну, этим нужны коды Зиона, да, то есть, как бы, корабли знают коды доступа в компьютер, этого подземного, как бы, города, который не знает, никто не знает, где находится, и он решает им сдать Морфеуса за то, что в Матрице станет богатым и знаменитым, например, актером, да, то есть, как бы, вот, ему надоело есть эти сопли, эту похлебку, жить на корабле и все заниматься человеческой жизнью, в принципе, он, так сказать, готов ради нормальной матричной жизни на подлости, на гадости и на прочие интересные вещи, да, и вот эта сцена, когда она от них убегает, да, то есть, по сути, все вот считают, что от агентов можно только бежать, ну, то есть, скрываться от них, то есть, кто с ними вступал в бой, они все, как бы, погибли до одного, то есть, вот тут ярко это видно. Субтитры создавал DimaTorzok Это не возьми. Соберись, принятия, вставай, надо встать. Не успею. Ну, вот здесь как раз не успел, да, то есть, в этот раз удалось убежать, как бы, да, от них. Ну, вот сам факт, что все говорят, бегите от них, да, это вот как в жизни, да, человеческой, когда кто-то элемент системы, то есть, против системы, ну, нет способов никаких, да, то есть, как бы, воевать, то есть, система сильнее человека, да, то есть, а вот эти вот представители системы, они намного, как бы, сильнее, как бы, человека, да, то есть, и поэтому, вот, единственный эффективный способ, это убежать, да, вот эти. Поэтому, вот, сама идея, ну, как бы, матрицы, они, вот, в общем-то, как бы, заимствовали идеи Бадрияра для того, чтобы создать. Сам Бадрияр говорил, что фильм сам по себе несколько исказил его идеи, ну, это же на то и художественный вымысел, на то и художественный фильм, по сути своей, чтобы, так сказать, исказать несколько философию. Она ушла. Неважно. Информатор не обманул. Да. Мы знаем о следующем объекте. Его кличка Нео. Запускайте поиск. Уже сделано. Программа поиска глобальный розыск. Морфеус скрылся от полиции в аэропорту Хитрол. Ну, вот и вот. Ну, его. То есть, дальше, следующая идея, это мир, как сон. Да, то есть, как бы. Идея того, что то ли ты спишь, то ли ты не спишь. И вот дальше все построено по принципу сна. То есть, он просыпается в матрице, потом на некоторое время попадает в некий промежуточный мир, опять просыпается в матрице, потом попадает в некий промежуточный мир. И вот вся вот эта вот штука, да, то есть, вот. Отхода на человека началась. То есть, по сути, это состояние, в котором живет человек. Пограничное состояние, матрица, матрица, пограничное состояние. Ну вот, вот некое пограничное состояние. Как вы видите, сам он в это состояние пойти не может, его нужно обязательно вырывать. Ты увяз в матрице. Что за черт? Иди за белым кроликом. За белым кроликом. Тук-тук, Нел. Кто это? Чои. 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 Да, сейчас. Ты опоздал. Знаю. Это ее вина. Деньги принес? Две штуки. Момент. Аллилуйя. Ты меня спас. Ты мой личный Иисус Христос. Если с этим накроют. Не учи ученого. Друзей не сдаю. Я рад. Ты че с Мурман? Какой-то ты сегодня бледный. Мой компьютер. Ты знаком с чувством, когда не знаешь, проснулся ты или спишь? Да, знаком. Пограничная состояния. Это не Скалин. От него полный улет. Эй, кончай глаза ломать. Отдохни от писишника. Тебе надо оттянуться. Что скажешь, дужур? Прихватим парня? Конечно. Нет, надо лечь пораньше. Работаю. Да брось. Там прикольно. Вот увидишь. Ну, это символное составляющее бодриару. Конечно. Я иду. Здравствуй, Нэо. Знаете, Таи? Я знаю многое. Кто? Меня зовут Тринит. Тринит. Вы Тринит? Вы взломали базу данных налоговой службы? Это было давно. Дело. Что? Я считал. Вы парень. Все так считают. Вы бледли в мой компьютер. Это сумели. Сейчас я могу сказать одно. Ты в опасности. Я здесь, чтобы предупредить. А че? За тобой следят на... Кто? Молчи и слушай. Я знаю, зачем ты здесь. Знаю, что тебя гнетит. Почему ты не спишь? Почему живешь один и все ночи на пролет? Не отключаешь компьютер. Ты ищешь его. Я знаю, потому что сама искала. Он нашел меня. И объяснил, что я ищу вовсе не его. Что я ищу ответ. Но мне дает покоя вопрос на его. Он и привел тебя сюда. Ты его задашь. Пока нет времени. Что такое матрица? Где-то там. Вот как раз тот вопрос. Что такое матрица? С точки зрения Бадрияра, матрица это некая конструкция нашего мира, которого мы сами себе построили от радостей своих неземных при вот этом вот самом обществе потребления. Которое состоит из блоков определенных. Всяких стражей этих блоков. То есть иллюзии, слои. Симуляции, гиперреальность. Тот, что это все охраняет. И самое главное наше отношение к этому всему. И мир становится тайной. То есть сам мир становится тайной. Ну той самой тайной, которую хочется разгадать. А разгадать ее нельзя, потому что по сути своей, когда ты сам создал что-то подобное, то замок от этого он в другом месте. То есть по сути это тот случай, когда вот замок и ключ никакой не подходят к этому замку. То есть дверь открывается в другом месте. То есть замок сам тоже симуляция. То есть прежде чем открыть эту дверь, нужно сначала самому измениться. Нельзя узнать тайну этого мира не изменившись. То есть всем ищут тайну, хотят получить ключ, вставить замок, открыть и узнать тайну этого мира. На самом деле этого сделать нельзя, потому что и замок, и ключ являются тоже симуляцией. То есть сначала нужно измениться самому для того, чтобы открыть эту как бы дверь. И тогда дверь откроется сама. Без всякого замка. То есть замок в другом месте. А кажется, что он здесь. Вот. Он тебя ищет. И скоро найдет ты. Если ты захочешь. обратно уже на работу идет. Вот это очень интересно. У вас плохо с дисциплиной, мистер Агольцем. Думаете в особенной? И правила писана не для вас. Но вы ошибаетесь. Мы лидируем в области программного обеспечения. Потому что каждый сотрудник чувствует себя частью целого. Если у сотрудника проблемы, проблемы и у фирмы. Вам нужно для себя решить, мистер Андерсон. Или вы отныне приходите на службу вовремя, или же мы с вами больше не работаем. Я понятный выразился? Андрей Мистер Агольцем все ясно. Томас Андерсон? Да, что ваш. Распишитесь. Так, отлично. Спасибо, всего доброго. Алло. Привет, Нео. Знаешь, кто говорит? Морфис. Морфис? Да. Я искал тебя, Нео. Не знаю, готов ли ты увидеть то, что должен. Но, увы, у нас время на исходе. За тобой идут, и я не знаю, что они задумали. Кто они, Морфис? Встань, да посмотри. Что, сейчас? Да, сейчас. Осторожно. Ульяна. Ульяна. Черт. Да. Что ему от меня надо? Не знаю. Если не хочешь выяснить, советуй уходить. Как? Я тебя поведу, действуй, как я скажу. Вот здесь очень яркая сцена. Вот так выглядит среднестатистический человек. Вот он ему говорит, я тебя сейчас поведу, а среднестатистический человек, его воде, не воде, он ни на что не способен. Вообще. Вот он ему сейчас скажет, залезь на эту хренутень и спускайся вниз. А он испугается. То есть, води его, не води, объясняй, не объясняй человеку что-либо. Это бесполезно. То есть, он не способен на поступок. То есть, вот этот субъект общества потребления на поступок не способен. И он не способен ни на какие действия, решения, даже если его будут консультировать и помогать. То есть, это бесполезно. И все почему? Потому что у него отсутствуют навыки. У него общество потребления не предполагает наличие навыков. Никаких. Поэтому даже просто залезть на эти леса и спуститься вниз, он даже этого не может. Почему? Ну, потому что он полностью безновокальный. общество потребления предполагает наличие некого знания симулятивного. И чем оно симулятивнее, тем оно интереснее. И при этом оно не предполагает умений, навыков и способностей. То есть, поэтому, когда ему сказали лезть, он лезть, вот сейчас посмотрите этот сюжет. Проберите. Кабинет напротив пусто. Пока это не требует никаких усилий, он бегать из кабинета в кабинет не может. Потому что ноги, в принципе, и работают пока. Слуги дьявола. Когда я скажу, беги по коридору. Там офис в самом конце. Стараться не шуметь. пошел. Убегать он может следить. И сейчас как только он был зашел в офис. Хорошо. За окном. Строительная леса. Откуда вы знаете? Некогда объяснять. Окно слева давай сниму. открывай. По лесам выберешься на крышу. Нет, не пойдет. Это безумие. Издание два выхода. Один через крышу, другой охраняется. Ты рискуешь в любом случае решать сам. Сам он решать не может. шуметь. в falsen чертиле. Как же я вляпался что я сделал? Что я сделал? непонятно. Что я натворил? Почему все так? Мне и конец. Почему такое несправедливость? Вот, 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 вот. Как страшно! Ой, как страшно! Полетели вниз трубки! Сейчас мы его не украсть, не посторожить! У-у-у! Труба улетела! не лучше сдаться как всегда предлагал сдаться все дружище повели все зайку повели сейчас ему внедрят разведчика электронного и отпустят, а то он проснется обратно в свет шантаж, обычное дело нашего мира, компромат папочка зеленая, как обычно у нас обычно даже этим не утруждаются обычно достаточно в интернете написать тут папочка хоть есть как видите мы за вами давненько наблюдаем мистер Андерсон оказывается вы живете двойной жизнью в одной жизни вы Томас Андерсон программист в крупной уважаемой компании у вас есть медицинская страховка, вы платите налоги и еще помогаете консьержке выносить мусор это самое важное другая ваша жизнь в компьютерах и тут вы известны как хакер Нео вы виновны практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях у первого Томаса есть будущее у Нео нет буду предельно откровенен с вами, мистер Андерсон вы здесь, потому что нам нужна помощь нам известно, что с вами вошел в контакт один субъект известный под кличкой Морфеус кем вы его вообразили несущественно власти многих стран называют его опаснейшим преступником мои коллеги думают, что я зря теряю с вами время но я верю, вы исполните свой гражданский долг мы готовы уничтожить досье дать вам шанс от вас нужно только одно помогите обезвредить известного террориста да заманчивое предложение но у меня есть идея лучше скажем я пошел вас подальше ой, какой смелый и потребую законный звонок мистер Андерсон я разочарован меня не запугать кистоповской липой права я знаю дайте мне телефон зачем мистер Андерсон какой толк от телефона, если сейчас вы не мы это яркая картина вот обратите внимание что этот симулятивный мир построен по принципу что есть правила и кому-то их нарушать можно, а кому-то нельзя и вам их всегда нельзя нарушать то есть 100% все будут нарушать правила вот даже пример возьмите Шенгенское соглашение ну вот кто думал, что Германия станет нарушать Шенгенское соглашение она же такая добропорядочная она же такая честная такая справедливая такая законоподобная и так далее и тому подобное но на самом деле, как вы видели всем плевать на Шенгенское соглашение всем плевать на закон всем плевать на все почему? потому что вопрос безопасности он важнее, чем простите любой закон и вот эти люди говорят вопрос безопасности вы нам поможете или нет? нет ну раз не поможете тогда мы вам внедрим вот эту вот хренотень мы вам зашьем рот чтобы вы могли вспомнить вообще про то, что мы с вами делали и будем вас использовать как бы дальше то есть очень такая яркая сцена это вообще такое главное правило нашего мира что все законы они созданы только для тех кто их собирается соблюдать кто их не соблюдается соблюдать для них законов не существует вот пример приведу самой простой нашей симулятивной структуры мира например вот в Украине понятное дело, что человек который защищает закон защищает правопорядок защищает людей ну вот человек, который занимается безопасностью ему бы, конечно, было бы неплохо получить в распоряжении огнестрельное оружие пусть человек получит лицензию получит пистолет как бы и спокойно себе работает но нет он как бы никому никто не собирается дать в руки огнестрельное оружие почему? потому что государство не хочет чтобы у людей на руках было оружие зато вот преступнику ему разрешение на оружие не нужно они и так вооружены до зубов и ходят совершенно спокойно никто их с этим оружием не задерживает то есть правила нужны только для тех кто собирается их соблюдать кто их не собирается соблюдать тот как раз и будет властвовать на теми кто правила соблюдать собирается да, ну вот, смотрите раз, дружище без адвокатов чуть так без вашего хотите вы того или нет стать в On limited key естественно дружище для тех проживания тим того того что heads л Вот уже и просто нибудь изобрели. О, ротор работает, смотрите, все в порядке. Вроде ничего не произошло. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нео, ты был бы мертв. О чем бы, Морфеус? Что со мной было? Нео, ты избранный. Может быть, ты ищешь меня не первый год, но я тебя искал всю жизнь. Ну что, хочешь встретиться? Да. Отправляйся к мосту на Адам-стрит. Садись. Это еще зачем? Так нужно, Нео. Мы боимся. Кого? Тебе. Снимай рубашку. Что? Остановись. Слушай, медноголовый. На 20 вопросов времени нет. Выбирай одну из двух. Слушайся. Или топай. Хорошо. Постой, Нэм. Ты должен не верить. Почему? Потому что ты там был. Эту дорогу ты видел. И знаешь, куда она идет. Тебе туда не нужно. Я уверена. Апок, Свет. Ложись. Рубашку вверх. Зачем ты? Ищу жучков. Расслабься. Давай. Покажись. Он начал дерзаться. Ах ты, гад. Сейчас он уйдет. Ну уж нет. Разряд. Так это, ну, не сон. Так это, ну, не сон. Прибыли. Позволь дать тебе совет. Не хитрит. Не хитрит. Он знает практически все. Наконец-то. Добро пожаловать. Как ты уже понял, я Морфеус. Это честь для меня. Нет. Честь для меня. Пожалуйста. Проходи. Садись. Ну, вот, теперь, как бы, выбор, да? Белая, красная или синяя таблетка. Потом будут вот эти вот отцепления от матрицы. Потом, ну, мы сейчас это дело промотаем. История. И теперь навыки. Да, то есть, ну, сама по себе. Система. Учимся биться, учимся летать. Учимся. Значит, очистить. Попробую. Вдруг получится. С первого раза никто не придет. Знаю, знаю. А вдруг долетит. Слабо. Давай. Так. Без проблем. Чувствуй мозг. Все забыть. Все обросить. Учимся скоро не достаточно. О! Значит, и мы тоже можем. Ничего это не значит. Все мы падали в первый раз. Да, Тринти? Реально то, что осознаешь. Если убьют, то матрицы. Умнешь и здесь. Тело не живет без мозга. Какая-то же. Учим. Так. Учим. Счастье. Учим. Субтитры сделал DimaTorzok